Апостола Павла к римлянам, 1 глава, 23-25-26 стихи. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. И потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным, мужчины на мужчина, и далее поясняют. То, от чего сегодня болеют люди, неизвестимыми болезнями, это все было давно. Я беру главное место здесь. Они заменили истину Божию ложью. Чтобы войти в этот стих, толковать тут совершенно нечего. Вот я смотрю, у блаженного эти лакты, три строчки, ну заменили, понятно, плохо сделали. Где? И меньше всего нам потребуется знать, как это было в первом веке. Сегодня. Где истина? Как ее узнать? И как не ошибиться? А потом увидеть, как заменили. Везде подмена есть. Я вспоминаю, когда это место я прочитал, мне сделалось страшно-страшно. А я сам не попаду ли в это? И я стал молиться. Я не знал результата этой молитвы. И мне Бог это открыл. И мне казалось, что лучше бы я не молился. Я увидел везде одна подмена. Истина извращена. И меня не интересует, что в армии дедовщина. Хотя это страшно и больно слышать. Не то, что руководители оказываются как главари какой-то банды. Меня интересует церковь. И не просто где-то, а в православии, где я нахожусь. И я увидел места живого нет, где бы истина не была заменена. Истину заменили ложью. А истину какую? Божью. Истины вообще-то много. По правде говорят о себе. А вот Божью узнать? Истину Божью узнать, оказывается, никак нельзя, если Бог не откроет. Опять через Святую Библию. Открывай ее и смотри. Как Бог установил. Я не знал результаты этого откровения для меня, потому что не знал, какая будет реакция тех, которые скрыли. И теперь они увидели, что их разоблачили. Истинный старейший пресвитер, благочинный Алтайского края, мне говорит, говорит со слезами на глазах, Игнатий, никто бы не знал про это крещение. Это ты открыл все. Сегодня идут и идут люди, звонят, спрашивают, что ты наделал. То есть он знал. Он знал, что произошла подмена. Вот раньше считалось так, что нечистая сила может подменить ребенка у матери. Пока он не крещен, она рожала, как правило, в бане. Он растет, а на самом деле не растет на одном месте. И считали, это ведьмак. Сейчас выпущены книги, про это объясняют. И дальше что с ним делали? То есть ребенка там нет, его украли. А его подменили. Считали, вот эта подмена с Иваном Грозным ставят в фильм, показывают подмена. Это не тот совсем человек. Бывают лжецари, лжедимитрии, а бывают лжеапостолы, лжесвященники, лжедиаконы, лжеепископы, лжепатриархи. Они так в житиях и называются. И заменили истину Божией ложью. Где? В первую очередь, начиная с рая. Рай. Истина Божия заключалась в том, что было послушание. Дьявол разоблачает Бога. Нет. Не так. Если вы вкусите, и он заменил истину Божию, раскройте рот, ешьте. Вы будете как боги. А быть богом. Это не руководителем, не президентом. И в конце концов дьявол это выполнит. И сядет богочеловек в храме, выдавая себя за Бога. И будет как Бог. Он непрерывно семь с половиной тысяч лет давит и давит в одно место. А боготворить человека очень легко. Павла укусила, ехидно не укусила, не знаем, повисла на руке. И сразу сказали, преступник. Ну вот он встряхнул, не потерпел вреда, изменили мнение. Это Бог. В другом месте, где они стали говорить, и говорят, о боге в образе человеческом сошли к нам. Дьявол все время делает подмену. Везде. Я обращаюсь к ним в семье, только где он подменил устои. Кто старше? Муж, жена. А другое. В церкви. В церкви определенный порядок установлен был Богом. Нам не исправить. Понятно, что вот как сейчас устроено, так оно и будет идти. Но мы знать должны. И не должны к сердцу прилагать. Да, будет. Мы так и будем делать, как есть. Но мы же должны понимать, что этого не было. И заменили истину Божью. Притом заменили сознательно. Не так, что внезапно как-то получилось. Вот мы утром встали, зашли в храм, а у нас все по-другому. Так не бывает. А постепенно все это вводилось, вводилось. Если сегодня сравним с апостольскими временами, мы видим, ничего этого не было. Апостол Павел говорит, и так, кто недостойно причащается, многие больны и немало умирают. Но если бы это сегодня в эти священники верили, разве бы они подряд всех причащали? Да разве народ шел бы к причастию, когда понимали, здесь неизлечимая болезнь и смерть? Если я недостойно причащусь. Эпитемии-то нету. Иоанн зато говорит так. Если священник не наладает эпитемию за грех, он гибнет сам и губит того, кого допускает. Это совсем священники не знают. Они не знают. А почему душой это не чувствовать? Они должны были на другом уровне, не имея книг, почувствовать. Христос сказал, посылая, как овец среди волков. Где волки-геолсы? Священник говорит, я не знаю. Я говорю, я знаю, ты волк. В первую очередь, ты волк, ты должен выйти отсюда. Ты в Библию отбросил. Ты заменил истину Божьей ложью. Где это такое было, чтобы церковь принимали из-за того, что ребенку голову ладошкой мокрой задели. У нас самое страшное. Вход в церковь неправильный. Вход в церковь был как? И присоединилась к церкви в тот день 3000 человек. Как? А перед этим Петр говорил проповедь. Он говорил. Ну, читайте, 2 глава, 38 стих. И он говорил так, что люди пришли в сокрушение и говорят, что нам делать, чтобы спастись? Павел дальше говорит коринфянам. И всякий, кто войдет к вам, пойдет вниз и скажет, с вами Бог. В другое время они проповедовали 5 глава, написанная и около 5000 присоединилась за раз со мной проповеди. Я со священником, который 52 года священником, ну, то полвека. Идем в добром отношении, у нас близкие друг к другу. Я говорю, скажи, батюшка, было ли так, чтобы человек, вот придя с улицы, и он обратился, он даже не понял, о чем я говорю. Как? Ну, он знает, что как службу начать, кадила разжечь, как священник, он это все знает. Но он не знает, что такое вернуться туда. Я не говорю, что это ложь, но ты понимаешь, что это подмена. У тебя люди могут молиться, все правильно, но обратиться они не могут. Ты подтверждаешь, за 52 года ни одна душа не покаялась. Я говорю только о входе. А вход в церковь может быть живого только принимать. Мертвецов, это кладбище. Оставьте мертвецам хоронить или отпевать мертвецов. Сегодня-то, ты посмотри, что в церкви, где отпевают в это время, что там делают. Это самый большой торжественный день. И после Пасхи, когда поют на кладбище. Сейчас государство и автобусы все будут давать. А ты спроси, когда давало государство автобусы на то, чтобы людей отвезти на проповедь? В одном месте, в одном городе хотя бы, назовите. Хотя есть молитвенные дома и храмы далеко за городом. Нет, этого не будет. Славу нетленного Бога изменили в образ подобный человеку. Он вам ничего не напоминает. На каждом шагу или Ксения, или Матрона, или Самсон. И все канонизирует и канонизирует. Нетленного Бога изменили в образ подобный человеку. И на каждом шагу мне она помогла, мне она помогла. Я говорил вам, вот вышел фильм. По благословению патриарха. И с участием патриарха во всех десяти сериях. И только в конце патриарх говорит два места священного писания о Страшном Суде. А остальное нигде даже не напоминает слово Христос. Вообще отсутствует. Это вершина, что они сделали по его благословению. Смотрю, ни патриарх, ни епископ. Епископы выступают. Как будто никогда и не слышали, что на землю приходил Христос. А ведь эти фильмы будут смотреть десять серий. Семь часов двадцать минут общая продолжительность. Я думаю, и по телевидению могут показать. Люди могут ли обратиться от костей, от храмов, куполов. Конечно, трагическая наша история. Но нигде они не сказали, что это за то, что отступили от Бога. Вару дошел. Нееме дошел. Мы заменили Бога вымыслами. Вот воцарился Раваам. Поступил неправильно. И Раваам у него десять колен увел. А люди ходят, поклоняются. И он сразу решил сделать подмену. Они же ходят. Они пропитываются тем духом. И он стал, построил в Самарии. И в данном колене боги. Говорят, вот ваши боги. И кто приносил определенное число денег, там написано, того ставил священником, кого хотел. Не из львины колена. Вот и все. И к чему это привело? А к тому, что придет Антихлиц и будет из колена данного. Вот как далеко идут эти корни. Мы говорим, корни какие. И народ стал ходить, поклоняться, приносить жертву. Проходит 10, 20, 100 лет дети рождаются. И твердо уверены, что поклоняться надо там. А про Иерусалим ничего не знают. Но так как они не из священников, они не знали, как жертву, как стол, как престол. Они ничего не знали. Там все было не так. И Христос туда не пришел. И это как бы, если бы они в этот день гуляли, пили, купали сразу, если никакой нету. Хотя они приносили жертву. Богу это не угодно. И поставил там идолов. И Павел подвел черту. Принося жертву идолов, приносит бесам. Да знаете, слава, как могли они его не убить. Истину заменили, истину Божию заменили ложью. Живому человеку. Посмотрите, что сейчас с мощами делается. В храмах больше ста разных мощей. По домам везде дают, развозят и продают. Да разве Господь велел это делать? Или сказал, что от мертвого ты отрежешь кусочек, с тобой будет какая-то святость. Это хуже шаманства всякого. Ни один шаман этого не делал. Но он мог там отломить какой-то рог, оленя, отрыз и коготь, или еще что-то. Заменили истину Божьей ложью. И стали послужить тварям, птицам, присмыкающимся. Да ведь это не про кого, а про нас. И как до этого стиха ты подойдешь, так останавливайся, дальше не читай, начинай плакать. Ты скажи, вот, допустим, мысленно стоит здесь патриарх. Я разговаривал со священниками. Но вы понимаете, что произошла подмена. Ну так всегда было, как всегда было. Этого не было. А с какого года это пошло? Ты это знаешь или нет? Ничего не могут говорить, даже совершенно не знают. И вот слово подмена, она показывает нам, что подмена у нас в жизни всюду. Что еще стоит человек? Тело, душа. Подмена произошла, на первом месте вышло тело. А души, даже кощунственные говорят, да ее и нет. В одежде подмена или раздета, или все на одной химии. А раздеваешься, как будто бы гроза началась, молния сверкает. В питании, разные там канцерогены натолкали человек, везде подмена. Модифицированные продукты, раковые заболевания, подмена. Заменили истину Божьей ложью. В одежды, в жилищах у нас все ненормальное. Правильная самая жизнь в деревне. В деревне, когда человек живет на земле, ходит босыми ногами по земле. Бог так установил. Попробуй, вызвали человека из города. Ну, на полдня еще он может съездить, и то заболеет от свежего воздуха. Пророк Исаия, 34, 16 говорит. Ни одно из тех событий, которые я предсказал, не применит прийти, и одно другим не заменится. Как Бог назначил, у Бога замены не бывает. Мы так привыкли, что у меня мама молилась этому же Богу. Она состарилась, была маленькая. И я молюсь Христу. И бабушка молилась. И если они жили в каком-то месте, место стареет, разрушается. А Бог один и тот же. Бог вечен. И это слово Бог вечен мы замечаем постоянно, но как будто бы не замечаем. Ну, Христос вчера и сегодня в веке тот же. Он ни на один день старше не стал. Для него он вне времени. Значит, мы в это проникать можем. Да, и Бог вездесущий. Вот сейчас одновременно в Америке, в Австралии, кто молится, и Он рядом присутствует для Сходя. Как это может быть? И дальше. Бог всезнающий. Знает от начала до конца. Когда нас еще не было, не родились, и как мы умрем, как в последний раз сморщимся от боли, умирая, расставаясь с телом. Нам не надо подменять Бога никем. Я помолилась, и Он мне дал. Вот я-то помолилась домушке, домушка, и везде вот это. Этого нигде в Писании нет. Нигде. Это чистейшая воды выдумка. Хотя мы молимся, нам разрешено молиться. Это знак любви, что мы не расторглись, с ними сесть. Но дал Бог. И святые ничего не значим. Павел говорит, я ничего не значу, даже на земле. И сеющий, поливающий, ничто. Все Бог возвращающий. А здесь считаешь, как будто бы новая богиня, новая божества. Прямо по-настоящему. Сирах 34, 21. Я говорю о подмене. Да коли ты жив, и дыхание в тебе, не заменяй себя никем. Ну, какая мысль заложена здесь. То есть тебе Бог отодал, это твое поприще. Тяни эту борозду за горизонт. Никому не отдавай. Ты можешь расширять, подобных себе рождать. Но данный тебе талант. Ты его развивай все время и тяни. Никем не заменяй себя. А это очень так просто. Сложить, да, это не я, пусть другие где-то делают. Кто-то. Ну, а представь, что все так вот. Не пришли сегодня. Многих нет. Они постепенно на занятия не ходят. И в потеряевки так же. На занятия не ходят. Вечером в субботу не приходят. На воскресенье не будут ходить. Три недели не будет. Неуважительная причина. Уже по закону их отлучать надо. И они за это удержались. За это надо, ну, если они находятся здесь. И разумеете, как одни и те же люди постепенно уходят и уходят. Хорошо. Подмена произошла под видом страха, под видом болезни. Разные виды. Никаких подмен не надо. Я и Бог, мы двое. Я иду навстречу. Здесь дети Божие. Здесь благословение священника. Здесь ангелы присутствуют при пении, говорит Златоус. Я их не видел, но так говорят. И в 31-40. Если человек поступает неправильно, лживо, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец. Вот тут подмену Бог сам делает. Сеять будешь добрая, а не вырастет. Поэтому если мы с кем-то разговариваем, Берущий сказал, а я поверил. Странно так, что это не так. Да как же ты мог обмануть-то? Мы даже как-то этого не понимаем. У нас сказанное слово, это абсолютно точно. А в миру-то этого нет. Если ты сеял что-то, оно у меня то должно вырасти. Нет, вырастет другое. Вот почему ты подменял, Господь говорит, а теперь в твоих трудах ты будешь что-то делать. Подойдете к копне и думали намолотить там мешок, а там все-таки будет у вас в кружку зерна. Подмена везде будет, и сам Бог ее будет нам показывать. Псалом 73 и 4 поставили знаки свои вместо знамений наших в храме. А какие наши знаки? Ну наш знак главный это любовь. Вот отошли друг от друга. Сколько православных толков в течение юрисдикции? Старостильных, новостильных, старообрядческих. Друг друга никак не признают. И у каждого есть что-то, за что уцепились. А у меня вот это. Там два перста, три, календарь какой-то. А самое главное забыли, любовь, единство в мыслях. А то к нему не подходи, не благословляйся. Ну совершенно изолированные друг от друга. А на чем основа? Да не на чем. А одно качество самое положительное, что ты ни с кем не знаешься. А это как раз самое отрицательное. Если не имеете общения друг с другом, не ходите во свете, кровь Христа не имеет силы. Первое послание Иоанна 1.7. Притча Соломона 11.8. Праведник спасается от беды, а вместо него попадет нечестивый. Бог подменяет. Мне назначено это было место. И я должен был там споткнуться. А Господь меня отвел, попал туда совершенно другой. Так Бог делает. Бог тоже делает подмену на подмену для спасения. Вот люди приходят в храм. Храм, церковь. Спроси православного, что такое церковь. Они ведь не объяснят. И вы-то не каждый объясните, что такое церковь. Сектанты любят спрашивать. А мы должны четко знать. Это совокупности. Дети Божьи, искупленные кровью Христа. Где есть трехщинная иерархия. Епископ, священник и диаком. Все. Просто и понятно. Дьявол делает подмену церкви отдельными сектами. Это все подмена. Заменили истину Божьей ложью. Стали поклоняться тварям. То есть человек это сделал, а в него верят. Исайя 3.23. Если люди отступают от Бога, Господь говорит, то вместо благовония будет зловоние. И вместо пояса будет веревка. И вместо завитых волос плешь. И вместо красоты клеймо. Что человек делает, оно так не будет выглядеть. Я прошу усилить вас молитвой. Сегодня, завтра. От этого, может быть, многое зависит. Завтра избирает президента, главу нашего города. Там у них уже выбрано. Но мы можем изменить обстановку молитвы. И Господь может поставить другого. Или этому дать просветление. Или мы будем с ними встречаться, писать. Или просто по молитве. И Бог отнимет сон. И вдруг он будет читать, как царь. И откроется ему истина. Молитие за правителей. Это не только не грех, а необходимость. Он в нас очень нуждается. Хотя он этого, может быть, и не понимает. Исайя 26.1. И спасение дал он вместо стены и вала. Люди ограждают себя. Говорят, а у нас граница открытая. Напротив одной нашей дивизии у Китая развернуто 100 дивизий на границе. Они нас палками бамбуковыми побьют. А вместо этого у нас наше спасение. Говорят, у Господи дал вместо стены и всего. И ни один китаец не может не перейти границу. И мусульмане ничего не сделают. Но это будет, я знаю. Потому что так дальше Бог не может терпеть. Не то, что головокружение, а люди просто лежащие. Ничего святого сегодня нет. Исайя 33.21. Там у нас великий Господь будет вместо рек и вместо широких каналов. Вот эти слова сегодня в православии, когда прочитаешь, совершенно незнакомые слова. Наш Господь. Вот непрерывно сегодня опять, уже мы накануне новых канонизаций. Они не знают, что, кого и как. Просто читаешь одно, пошло и безумие. Почему Бога не знают? А если ты Бога знаешь, то ничего больше не надо. Исайя 55.13. Вместо терновника вырастет кипарис. И вместо крапивы вырастет мир. Если мы будем следовать за Господом. И Бог меняет сердца людей. И вчерашние враждебные люди будут располагаться. Все будет иначе. Мы только должны довериться Богу и сказать, Господи, мы не знаем, а кто из них лучше. Вот выбирает сегодня. А за кого бы вы хотели? Я-то умом-то своим понимаю. Но только бы не коммунисты, чтобы не вернулись. А остальное, я их никого не знаю. Но я знаю, что они все одинаково поставлены масонами. Истину они до конца не знают. И рядом им патриарх он не скажет. Господи, пошли рядом людей, которые бы указали, чтобы они справлялись по Библию. Смотрели, как там написано, как поступать. Что они смертные. Представьте, какого президента сегодня ложится спать в последнюю ночь. Царь, а завтра встает, он заранее знает. Его никто не арестовал. Ну, может быть, надежды через 4 года опять изберут. Может быть так. Но его состояние-то можно понять. А мы-то всегда остаемся с сынами царя всегда. Мы никак не переходим уже в мой статус. Я сегодня, завтра, послезавтра уже 45 лет. Я дитя Божие, я искупен Христом. Насколько наше положение лучше, нежели сегодняшнего президента? Исайя 61.3. И вот, вместо пепла дастся украшение. И вместо плача елея радость. И вместо унылого духа славная одежда. То есть, люди подменяют истину Божью ложью. А Бог ложь человеческую заменяет на истину. Уже со всех сторон окружили. Выхода никакого не было. Оказалось, ни одного верующего не будет. А сегодня назови тех, кто курировал церковь. Кто его знает? Карпова I. Который церковь отдавил, душил, его Сталин поставил. Его никто и не знает. А слово церковь и православие люди все-таки слышали. Господь силен все притворить иначе. Надежды, кажется, никакой нет. Это ничего не значит. Мы молимся, и ответ может поступить ночью или днем. Иеремия 28.13 Ты сокрушил, говорит, ермо деревянное и сделаешь вместо него ермо железное. Это когда думают, что будет по-другому, и Господь пошлет нам облегчение и даст нам какого-то императора. Патриоты сегодня говорят. Нет, вместо деревянного ерма для русских людей может быть железное ермо приготовленным. Это Иеремия сказал пасхору лжепророку. Ходил он с деревянным ермом, и Бог, говорит, сокрушит, и не будет, и спрена выйдет, и люди все слушают его. Он большим авторитетом пользовался. А он, говорит, железное сделаешь, и 70 лет ты будешь его носить, и тебе его не снять с себя. И вот сегодня, если правду людям говорить, и о как не понравится. Вот этот союз сегодня патриархии с властями, это все будет разрушено, этого не будет. Они везде в воинские части, влезли в школы, в один день всего лишатся. И сделали они там все, не по слову Божьей, это поставлено в этим насчет. Они сейчас себе копают и копают яму, они всех преследуют. Какое ты имеешь право преследовать католика или кого? Они на нашей территории, все это обман. Понятие о канонической территории не да в Библии. Идите по всему миру, вы не работайте, места пустое не будут, будут сектанты. Как сектант придет сюда будет, если мое место занято, вот я в этом доме нахожусь. Иезекииль 4.15 И сказал Господь мне, вот я дозволяю тебе. А что он дозволяет, заменяет? А вот невыносимые бывают какие-то условия, и Господь заменяет. И никто не догадается, что. Бог из одного человека нашел избранника. Люди ходят, гуляют, пьют, встречи, за город едут. И ничего не знают, что будет через короткое время. А Пророк Божий знает. И Бог ему говорит, ложись на один бок и будешь лежать 390 дней, не шевелять. Сказал, что смешать и будешь готовить на сушеном человеческом кале. Он так и взахался. Но только не это, Господь говорит, ладно, льготы тебе с коровьим пометом замени. Только одно, а остальное все будет так же. А люди будут из-под себя есть. Вот что будет. Господь делает послабление. Это Пророк, это Библия говорит. Не ужасайтесь. Это все уже проходили мы в истории русского народа. И от этого никуда не уйти. Как-то думаешь, ну как это в один раз все свернуть. Помогали, колокола ставили. Все спихнут, как будто никогда не было. А вольные храмы будут возносить имя того, о котором сегодня страшно говорить. Мы каждый день направим ко времени царствования Антихриста. И православные будут счастливы тех, которые его примут. Иезекииле 16.32. Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа Чижова, так и церковь. И церковь он называет прелюбодейной женой. Подмена произошла. А где? Ну можно от своего мужа, от Чижова отличить-то. Даже мы понимаем. Со своим мужем венчина где? А в имя кого ты крестился? А почему ты туда не смотришь? Кому бы ни сказалось священникам, ну ты же неправильно крестишь. Ну, владыка знает. Он вещался с владыкой, не со Христом. Так это еще не самая худшая ступень. На что угодно ссылается, но только не на Слово Божие. Притом везде одинаково, во всем мире. Я получаю эти известия буквально отовсюду. Пророк Михея, 3 глава 6 стих. Посему ночь будет вам вместо видения, ведьмах вместо предвещаний. Вот сегодня много ссылается, а что виделся Рафим, а кто там святой видел, будет одна тьма вместо этих предвещаний. Потому что увело все не в ту сторону. Если Бог открывает видение какое, оно должно полностью совпадать со священным писанием. Нигде этого нет, чтобы Бог доверил вести страну какой-то иконе державной. Да даже смеяться-то не на чем. Его царя расстреляли, и теперь повел. И царь-то ныне привел куда не надо. А какая-то икона-то Божья Матерь взяла на себя эта выдумка. Господь не вел тех, которые не хотели идти. Он ведет только тех, кто говорит, подследуй за мной. Он призывает, подследуй за мной. А человек, который не следует, а тем более государство следовало. Да куда же оно следовало, когда Израиль не следовал? Израиль, где день и ночь учили познание Бога и Его, он шел не в ту сторону. Вы повернулись в пять, сыны проклятия. Во что вас бить еще, провожающие упорство? Это все к нам слова. Пророк Аввакум, 2 глава 16 стих. Ты присытился стыдом вместо славы. То есть вот как Бог заменяет. Да, действительно, Россия была великим государством, и сегодня позор. Один позор для всего мира. И притом позор не советский строй, а русский человек. Вот что страшно. Слово русский пренебрежительное сегодня во всем мире. А ведь русский-то человек обладает каким сокровищем? Он знает, что такое храм, и храм это его тело, освященное правильным крещением, правильным защищением. Да, русский-то человек должен сиять, как светило в этом мире. Получилось наоборот. Евангелист Лука, 11-11. Какой из вас, отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? А мы скажем, сыркой, в первую очередь, камнем, да по зубам, церковно-славянским. Ни слова не понимают, люди стоят. И притом противятся. Притом везде, абсолютно везде. Я вот смотрел в этом фильме, и рассуждаю, 300 тысяч монахов, священников было расстреляно. И на деревьях все, их портреты там ходят, среди них интервью дают. Ну, я цифру не могу проверить, но патриарх подтвердил по его благословениям. Вы понимаете, 300 тысяч. Заблокировали, и никто никуда не шел. Заменили истину Божьей ложью. И что прославлять стали? Затворничество, молчальничество, святые. А если бы 300 тысяч, то вышли на русский народ, да до революции, то только вообразить надо. И где бы теперь вся эта была история? Иаков 4.15. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет, Господу живу будет. Мы и здесь подменили. Я сказал, я сделаю, ничего так не будет. А всегда говорите, если Господу будет угодно. Не обещайте, я приду рано или поздно, таких слов не говорите. А добавьте, если Господу будет угодно. Не смогла пойти, позвонила, я остаюсь. Уже темняется, рвутся домой, да меня ждут, я обещал, как вот маленькие какие. Ты в первый день должен был это, у тебя подмена произошла, надежда на себя. Ты все время понимаешь, все шатко-шатко здесь. Если Господу будет угодно, и живы будем. Два условия. Жив будешь, да Господу не угодно. Первое к коринфянам, 5-2. А вы возгордились вместо того, чтобы плакать. У нас везде подмена. Где надо плакать, там сегодня гордятся. А вот у нас столько-то открыли монастырей, столько храмов. А я хотел бы один вопрос поставить. А сколько людей познали Господа по Евангелию? Скольких людей вы обратились в заблуждение из сект? Каких подготовили миссионеров к евреям, к мусульманам, к буддистам? Ни одного за все время. Разъясняют всякие фильмы. Вы заменили истину Божией ложью, и потому Бог предал по стыдным страстям делать непотребство. Остальное сами посмотрите, чтобы у нас в храме этого не было. Я встаю, кто-то бывает уйдет у нас из общины. Я долго об этом человеке думаю, болею. Он ничего не понял. Где он найдет такой порядок, такую дружбу, любовь, свободу, стройность? Когда священник с нами, епископ с нами. Куда человек пошел, был столько. И это еще будет, я постоянно говорю, будут еще и еще отходить. Почему? А ты спал стоял, когда тебе говорили. Ты истину Божию не оценил. Поэтому молитву включите. Господи, истина Твоя, открытая мне через Слово Твое, да не будет заменена ложей никогда. Аминь.